Истории кубанского казачества, его славным делом в прошлом и настоящем посвятили участники литературного объединения «Горячий ключ» творческую встречу в санатории Русь. Большой интерес к теме казачества проявила молодежь. Многие юные участники пришли прочитать стихотворение о казаках. Я сегодня буду читать стихотворение Дмитрия Кедрина о казачестве. Почему оно мне близко? Потому что я сам по себе интересуюсь военными дисциплинами, военной историей, в том числе и казачеством нашего края, их переселением и заселением в Кубанию. Это стихотворение о том, как каза покидает свою родную станицу, как он отправляется на битву. Его мысли в стихотворении Дмитрия Кедрина очень полезно прочувствовать, скажем так. Но это мое мнение. Стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова под названием «Колыбельная». В этом стихотворении Михаил Юрьевич очень глубоко передал ощущение, как же матери провожали своих сынов на войну, так как казаки испокон веков защищают Родину. К сожалению, у меня из родственников не было казаков, но все-таки я хочу больше о них узнать. Мне очень интересна тема казачества, потому что, поскольку мы уже будущее поколение, и слава Богу, что мы больше никогда, я надеюсь, не увидели войны, но все-таки это наша история. Мне очень нравятся наши казаки за их характер и за их мужество. Встреча наша сегодняшняя посвящена культуре и быту казаков. Мы не случайно совместили эту дату, эту встречу, с Днем Победы, потому как недавно и прошел день реабилитации казачества, и мы знаем, что казаки испокон веков воевали, принимали участие в боевых действиях, мы знаем о многих подвигах, о мужестве казаков. И поэтому мы решили вот эти два мероприятия, две эти даты такие значимые совместить, ну и тем более для Кубани. Сегодня мы пригласили юных щецов, юных дарований и студентов, которые тоже подготовили стихи, песни на данную тему, для того, чтобы они приобщались к этой культуре, изучали ее. При подготовке к сегодняшней встрече я видела их неподкупный интерес к этому. Они с большой радостью готовились к сегодняшней встрече. Думаю, что это будет очень интересно и полезно не только им, но и отдыхающим нашего санатория. Представитель местного казачьего общества рассказал об истории становления кубанского казачества, времени переселения казаков на земли Кубани. Началось переселение казаков в Запорожье сюда, на Кубань. В 1792 году в Карасунском пути реча-тыречка небольшая продвигает по Краснодару сейчас Карасун. Карасун – это перевезла с Ногайского «Черная вода». И там был организован Екатеринодарский кашевой куриль, ставший столицей всего казачьего войска, Кубанского. Не только прошлые славные дела по служению Родине выделяют казаков в истории России. Их помощь в ликвидации последствий наводнения в Крымске и стихийных бедствий в других городах. Активная поддержка спорта и участие в патриотическом воспитании молодежи. Помощь в организации Олимпийских игр записаны на новых страницах исторической летописи нашей страны. Наталья Щербакова, телерадиокомпания «Горячий ключ».